Вода, ты куда? Ох, ну и жара! 32 градуса, и это в тени! Надеюсь, Леа понравится мой Вея. Леа, в этот жаркий день... Ой-ой, ай-яй-яй! Кажется, Сквики заболел! Что с ним? Бедненький! Думаю, Сквики перегрелся на солнце. Вы же полдня провели на улице. Бедный, бедный Сквики. Э, отдай! Так не жарко, Сквики? Все, корова. Теперь нашим растениям никакая жара не страшна. Вот, моя новая система полива. Ну, а для нас мороженое. Тебе интересно, как это работает? Пошли, покажу. С помощью шланга я подключил систему полива к пруду. Там воды хоть отбавляй. Так что пусть поливает без остановки. Ой-ой-ой! Ох! Кажется, я тоже перегрелся. Возьмите ягоды для Сквики. Ну как, лучше? Я принесу попить. Сквики! Сквики, малыш, как ты? Ох, моя голова! Ох! Ох! Зеленая тревога! Зеленая тревога! Беатрис, стряка визор на экран, пожалуйста. Ой-ой-ой! Пруд совсем обмелел. Бедные лягушечки. Ах! Фермер, что случилось? Система полива почему-то не работает. Что стало с моими бедными растениями без водички? Судя по всему, растения поникли от перелива водой. Фермер. Ты очень неэкономно расходовал воду. Поэтому пруд обмелел, и система полива перестала работать. Я думал, водой растения не испортишь. Что же теперь делать? Скаут и Лия, отправляйтесь на ферму. Скаут, ты с помощью моноцикла прокопаешь вдоль грядок небольшие канавы. А Лия разрыхлит почву под растениями. И так уйдет лишняя вода. Совершенно верно. Считай, растения уже в порядке. Отлично. А мы с Лотти пока наполним пруд водой из моря. Но ведь для полива можно использовать только пресную воду. Верно, но морскую воду можно опреснить. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Один из самых популярных способов опреснения воды – дистилляция. Когда морская вода нагревается, получается пар. После охлаждения пар снова превращается в воду, но уже пресную. Спасибо, Беатрис. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила репейника! Бак, а ты куда? Ты же болеешь. Эм, ну да. Фортуна, посмотри, пожалуйста, за Баком и Сквики. Это поможет. Я не подведу. Только давай по капельке. Микстура очень горькая. Сила Флоры! Сила Лотоса! Ох, ну и жара! Все работает! С растениями фермера все в порядке. Вода впиталась в почву. Отлично! Мы с Лотти тоже уже закончили с системой опреснения. Ого, и правда пресная! Ладно, ладно. Все лучше лягушкам. Бак, теперь твоя очередь. Кажется, мне уже лучше. Я обойдусь и без микстуры. Бак, ты должен это выпить. Видишь, Сквики помогло. О, нет! Эй, чайка! Это вообще-то наше! Ля, нахват! Цепки, нахват! Эх, не такой уж цепкий. Эх, я бы точно догнала эту чайку! Считайте переходник у меня! А-а-а! Пчелы! Что, Бак, совсем плохо? Надо еще микстуры. Нет. То есть... Да. То есть... Бак, ложись. Ты же болеешь. А-а-а! Сила клевера! Моя репей-лебедка не такая вкусная. Пусть челы хотя бы кусаются. Ура! Ура! Молодец, Бак! Ты настоящий друг! И герой! Надо вернуть Бака на базу и продолжить лечение. Друзья, извините, но если честно, я здоров. И все выдумал. Просто вы так заботились о Сквики! А? Да, Бак. Надеюсь, больше такого не повторится. Ведь когда тебе на самом деле понадобится помощь, мы можем и не поверить. Обещаю! Готов загладить свою вину. Фортуна, прости меня. Ты так заботилась, а я... Я подумаю, что можно сделать. Если что, переходник для опреснителя снова у нас! Ха! Ура! Все готово! Лягушечки, домой! Ммм, водичка появилась. Пора включать мою систему полива. Фермер, я осмотрела систему полива. Она была сделана неправильно. Беатрис, расскажи, пожалуйста, что нужно исправить и к чему может привести неразумный расход воды. Излишнее потребление воды одна из глобальных экологических проблем, из-за которой пересыхают целые реки и озера. Бороться с ней под силу каждого. Например, не оставлять включенным кран в раковине во время чистки зубов и не покупать бездумно новые вещи. Ведь для производства всего одной футболки требуется почти 3000 литров воды. Фермеру рекомендация. Переподключить систему полива к специальному накопительному резервуару, соединенному с водопроводом, и поливать растения не дольше 30 минут в день. Теперь понял. Сделаем! Я готов искупить свою вину. Что нужно сделать? Убраться? Помыть баги? Что? О, достаточно будет одной ложечки. Нет! Остров мусора Наконец-то я могу расслабиться и отдохнуть от фокусов. О, это же Леди Фокус! Здравствуй, Леди Фокус! Понтики, круассаны, свежие кексы. Мой звездолёт к твоим услугам. Куда нам чать? Ой, ничего не надо. Спасибо. А можешь показать фокус? Хотя бы один. Фокус? Конечно. Здорово! Ещё! 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 Браво! Ещё! Внимание! Совсем новый фокус! Ты спарилась! Мои грузаны! Ни лимоны, ни варенье, а чудесное печенье! Опять не получилось! Чтобы в тарелке появилось печенье, его сначала нужно принести, а не махать по воздуху игрушечной палочкой. Много ты понимаешь в фокусах. Вот если бы здесь была Леди Фокус, она бы показала, как правильно их делать. Не лимоны, ни варенье, а чудесное печенье! Леди Фокус, как здорово! Поучишь меня фокусам? С радостью, но попозже. Представляете, совершенно негде отдохнуть. Везде меня узнают и просят показать фокусы. Вот был бы какой-нибудь совершенно безлюдный пляж. Хм, есть идея! Беатрис, поищи, пожалуйста, в море необитаемый остров. Запускаю поиск со спутника. Найден один необитаемый остров. Как здорово! Вот бы поскорее там оказаться! Возьми рацию, ведь остров далеко. Стриковизоры туда не долетают. Спасибо! Красота! Какое блаженство! Тут меня никто не потревожит. О! Леди Фокус, прием! Это Лея! У тебя все в порядке! Далее, не беспокойся. Все хорошо. Леди Фокус, прием! А как делать этот фокус с исчезновением под полотенцем? Эм... Я покажу, когда вернусь, ладно? Леди Фокус! Леди Фокус! Леди Фокус! Ах, так лучше! Теперь можно спокойно позагорать! Ах, как хорошо! Теперь можно отрепетировать новый номер. Где мой чемоданчик для Фокусов? Ой, что это? Педали не крутятся! Педали не крутятся! Застряли! Леди Фокус, прием! Леди Фокус! Леди Фокус! Не подходит! Это неудивительно! Просто ей хочется побыть одной! Не переживай, Лея! Если бы с Леди Фокус что-нибудь случилось, она бы обязательно с нами связалась! Да, ребята, наверное, вы правы! Ой, а где моя волшебная палочка? Кажется, ты оставила ее у штаби! Что же делать? Рация! Магия и грация! Да вернется рация! Кругом один мусор! Я пропала! А! Вот ты где! Смотрите! Это надпись на острове, куда отправилась Леди Фокус! С-О-С СОС Ой, а что это значит? Так пишут, когда зовут на помощь Леди Фокус в беде! Нужно скорее ее спасать! Но как мы попадем на остров? Он ведь очень далеко! Так, спокойно! Мы с Лиа полетим на флоролете! Лотти! Поплывешь на серф-листе! Остальные остаются в штабе! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила Лотоса! Сила Флоры! Ура! Вы увидели мое послание! Сколько мусора! Откуда он здесь? Приплыл из моря! Из моря? Неужели где-то произошел огромный сброс мусора? Может, это инженер что-то испортил на мусороперерабатывающем заводе? Выясним, когда вернемся! А сейчас давайте соберем весь этот мусор в кучу и заберем с собой! Здесь его оставлять нельзя! Суперлейка! Воду полейка! Лиана, хват! Цепь и захват! Мой чемоданчик для фокусов! Леди Фокус! Осторожно! А? 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 Спасибо! Ребята! Но как вы здесь оказались? Так же, как и Леди Фокус! Как же теперь быть мусором? Нам не хватит сил его утащить! А что, если превратить его в плод? Тебя, у своя лапа! Тебя, где он стоит! Тебя, где прод harm? Тебя стоит место доставки öncesи. Тебя стоит 3-4-4-4 градов? Флора, смотри, это моя бутылочка Я случайно оставила ее на пляже Так вот откуда в море эти мусорные острова Они образуются из такого вот оставленного или брошенного на берегу мусора Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста Моря и океаны полны мусора Некоторые мусорные острова уже достигают размера целой страны Мусор сильно вредит морским обитателям Если не остановить его распространение, то скоро он будет повсеместно Какой кошмар! Я обещаю больше никогда не оставлять на пляже мусор Прости, что выключила рацию Да ладно, я сама виновата Не давала тебе отдохнуть А пойдем пить чай Заодно научу тебя новым фокусам Ой, леди фокус Говорят, ты придумала фокус с полотенцем Покажи нам, пожалуйста! Конечно! Смотрите! Вуаля! Ого, испарились А вы не хотите помочь нам с другим фокусом? Нужно, чтобы весь этот мусор тоже испарился Есть идея! Повезли его ко мне на завод Будем перерабатывать Ура! Танцуют все А вы не хотите помочь нам с другими фокусами? Она не хочет помочь нам с другими фокусами А вы не хотите помочь нам с другими фокусами? Да! Ура! Смотрите! Лоти, прием! Почему ты не готовишься? Завтра же праздник танцев! Наверное, потому что танцы меня не интересуют Не интересуют? Но ведь это так круто! Это как летать! Предпочитаю твердо стоять на ногах, а лучше сидеть Привет, Пекарь! Привет! Нам два круассана, пожалуйста! О, какая прелесть! Кто это? Откуда? Это панда! Мне ее в путешествие подарили! Может, селфи? Ваши круассаны! Спасибо! Ребята, а давайте придумаем для праздника общий танец! Отличная идея, Лиа! Лоти, Лоти! Пойдем с нами танец сочинять! Вот еще! Не люблю я эти ваши танцы! А я видел, как ты под музыку, как бы это сказать, покачивался! Лоти, если ты не умеешь танцевать, мы тебя научим! Да, Лоти, давай научим! Зеленая тревога! Зеленая тревога! Так, танцы пока отменяются! Беатрис, стрековизор на экран, пожалуйста! Это же роща, которую мы недавно высадили! Ой, точно! А что с побегами? Они все переломаны! Может, это ветер? Давайте быстро поможем побегам, а потом вернемся, потренируем лоти и придумаем общий танец! Нет, нет, нет! Занимайтесь своими танцами, а в роще я сам разберусь! Я с тобой! А танец потом отрепетирую! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила перекати поля! Сила лотоса! Пошли на тревогах! Безду keer! Пошли на тревогах! Девушки отдыхают... Интересно, что же повредило побеги? Ветра вроде не было Да, непонятно Послушай, Лотти, а ты что, правда не хочешь научиться танцевать? Ну, вообще-то я бы хотел Просто боюсь, что другие смеяться будут В смысле? Мы же друзья, мы не будем смеяться Знаешь что, я тебе прямо сейчас мастер-класс дам Раз, два, три, точка Раз, два, три, точка Все просто Теперь ты Раз, два, три, точка Лотти, ты слишком напрягаешься Расслабься, порхай как бабочка Я же говорил, что все смеяться будут Оооо У-у-у! Ну вот, и огромное чудовище! Мы прыгнули, и вот! Вы правильно сделали, ребята, что нас вызвали! Неизвестный опасный вредитель в лесу – дело серьезное! Все вокруг осмотрели, никого нет! О, привет, команда Флоры! Я тут ищу кое-кого! Не видели? Это он! Он все побеги погрыз! Я? Я ничего не грыз! Не ты! Вредитель на твоем фото! Это же панда! Беатрис, расскажи о пандах, пожалуйста! Панда или бамбуковый медведь. Территория обитания Китай. Питается бамбуком, который растет на ее родине. Все ясно! У нас бамбук не растет! Вот панда и ищет еду на замену! И где нам теперь искать этого мишку-вегетарианца? Ха! Ну да! Огромного размера! Срочное сообщение от фермера! Флора, тут какой-то странный медведь на огород напал! Весь урожай мне погрыз! У нас в оранжерее растет немного бамбука! Я смогу сделать из него достаточно корма! А вы пока спасаете огород! Ой, что же ты натворил? Команда Флоры! Наконец-то! Вот, смотрите! Нет! Только не тыква! Ребята, заходим с разных сторон. Поласковей с ней, пожалуйста. А? Она еще передразнивает! Леона, хват! Сделай захват! Попалась! Ой! Ребей! Тыкве фанду приклей! Я ее держу! Ой, какая она мягкая! Шар-супер-таран! Эй! Не надо таран! Смотрите! Она все повторяет за скаутом! Повторюшка! Банда повторяет все наши движения! Это можно использовать и отвлечь ее от огорода! Если бы я не знал, что Лотти не любит танцы, я бы решил, что он танцует! А ведь и правда! Лотти, ты танцуешь! Я? Ну, я не... Ой! Ребята, нужно поддержать Лотти! Лотти, танцуй! Мы с тобой! Ого! Вот это здорово! Я приготовила печенье из бамбука! На неделю хватит! Пеатрис, расскажи об экзотических животных, пожалуйста! Животное, привезенное из далекой страны, может навредить местной природе и пострадать само Например, известны случаи, когда крокодилы сбегали от хозяев и застревали в городской канализации А завезенные в Австралию кролики однажды уничтожили обширные территории луков Турист, панду нужно вернуть домой! Я согласен! Там ей будет лучше! Ой, ребята! Мы же так и не придумали общий танец! Лия, благодаря Лотти мы все придумали! Он у нас сегодня танцор номер один! Ого! А ты говорила, на неделю хватит! Хе-хе! Тыква-мухоловка Флора! Флора! Пойдем играть! Извини, Фортуна! Сейчас не могу! Как не может! Ты же обещала, что мы поиграем после обеда! Я понимаю, но мне очень нужно закончить ремонт этого стрековизора! Поиграй пока с кем-нибудь другим! Я хотела поиграть с тобой! Мы обязательно поиграем! Попозже! Познакомьтесь с новым стражем огорода, дорогие вороны! Тыква-мухоловка, которую я создал с помощью удивительной науки селекции Как? Ты не знаешь, что такое селекция? Ну, это когда изобретают новые виды растений Вот, смотри, я взял цветок-мухоловку и тыкву Объединил их и получилась тыква-мухоловка Марш! Ура! Теперь поиграем! Бобдун, аккуратнее! Я еще не закончила ремонт Я думала, ты вышла ко мне Ох, я вышла проверить аэродинамику Потом надо откалибровать гироскопы, перепрошить чип В общем, поиграем в другой раз, ладно? Как нечестно! Не сердись, Фортуна, у Флоры много важных дел А я разве не важная? Отличный удар, корова! Корова, ты это тоже видишь? Тогда бежим! А-а-а! На помощь! Зеленая тревога Зеленая тревога Беатрис, стрековизор на экран, пожалуйста Это что? Вторжение инопланетных тыкв-мухоловок? Больше похоже на результат необдуманной селекции У природы беда! Сила в Флоры! Зеленая тревога Зеленая тревога Зеленая тревога А ну, отпусти мою корову, страшилище! Фермер, ты зачем обзываешься? Лео совсем не страшилище Спасибо, Бак Команда Флоры? А куда делась тыква-мухоловка? Ребята, тут следы Похоже, тыква-мухоловка ушла туда Надо ее догнать, пока она еще чего-нибудь не натворила Не ешь меня, пожалуйста! Я вот никогда не ел тыкву Лео для аркана! Скаут, зайди с другой стороны! Кручусь, верчусь, по земле качусь! Тыква хочет слопать скаута! Ну уж нет Водомет посылает в полет Кручусь, верчусь! Флора, что будем делать? Нет! Хорошая тыковка Хочешь поиграть? Фортуна, о чем ты думаешь? Ты могла пострадать Я хочу поиграть с тыковкой Ты ведешь себя, как ребенок Постой-ка лучше в стороне Вообще-то я и есть ребенок Не подходите близко! Тыква-мухоловка очень опасна! Знать бы еще, чего она хочет Понятно чего Пообедать А может, фермер забыл ее полить И она мстит всем двуногим? Ноги! Лия, опутай ей ноги! Ага Лиана, хват! Сделай захват! Готово! А теперь берите веревки И попробуйте ее связать Ну все Сейчас мы поймаем этого монстра Никакой она не монстр Фортуна, стой! Вы разве не видите? Она просто хочет поиграть Правда, тыковка? Получается, что Тыква не собиралась никому вредить Она просто хотела общения Молодец, Фортуна! Фермер, нельзя просто так выводить новые растения Селекция Очень серьезное дело Селекция Это наука, с помощью которой Получают новые виды растений Например, соединив урожайные и морозостойкие сорта пшеницы Можно вывести урожайный морозостойкий сорт Но если селекционер не обладает достаточными знаниями и опытом Новое растение может получить совсем неожиданные свойства Нам еще повезло, что тыква-мухоловка получилась дружелюбной Кстати, о тыкве Молодец, фермер! Отличный дом ты для нее сделал! Я и имя ей дал Тыковка Фортуна, прости, что я обещала, но так с тобой и не поиграла Хочешь поиграть сейчас? Конечно, хочу! Фортуна, прости, что я обещала